всем привет очередной обзор один из моих подписчиков попросил прокомментировать мне ситуацию с мельдонием ну как бы не только о мельдонии тут слеплю немножко давненько на эту тему не говорил значит про мельдонии я уже говорил что свою точку зрения еще когда только этот произошел скандал что это маскирующие средства это мое мнение которое я слышал от специалистов что человек что-то жрет и потом мельдонии мельдонии все это выводит из организма он прикрывает но о чем речь зачем конечно жрать было этот мельдонии непонятно вполне возможно ну я конечно слабо где честно говоря я слабо верю что ему кто-то что-то подсыпал единственное во что я верю это то что все спортсмены химичат это я вам как профессионал с пать скольки летним стажем на профессионально в профессиональном спорте говорю что не бывает спорта не бывает я повторяю любого спорта не бывает без применения подпитки почему так происходит потому что почему я имею ввиду почему мы свистим постоянно потому что мы очень сильно отстали опять же это не только мои мысли об этом говорят все специалисты с точки зрения медицины с точки зрения фармакологии мы очень сильно отстали лет на 10 20 мы же не зря собираем деньги по телевизору постоянно чтобы спасти какого-нибудь ребенка чтобы сделать операцию в день в германии или в израиле мы отстали фармакология мы отстали просто на огромное количество лет поэтому вся эта проблема происходит весь мир сидит у нас я недавно на на фарме я имею ввиду я недавно разговаривал с одной девочкой она значит со сборной на олимпийской по легкой атлетике и конечно они дико напуганы и они в дичайшем шоке они не знают что делать потому что их реально заставили перестать жрать только сейчас заставили только вот сейчас буквально вот эти вот несколько месяцев когда поднялся этот шум когда эта волна уже стала невообразимая наши чиновники реально не знают что делать сейчас в этой ситуации поэтому они тупо запрещают но конечно мы будем сейчас 20 как как на олимпиаде вот на этой зимней олимпиаде каком-то медальном зачете мы 20 место вот это наше место будет потому что мы отстали и они не знают что сейчас делать делать эти девочки те то которые когда те которые там весили по 100 килограмм они теперь весят 85 теперь результаты у них там обрушились просто нереально то эти всевозможные толкатели ядра там метатели там молотов все прочее силовые я имею ввиду легкой атлетики не знают что делать ну у них это адам система просто долбит с утра до ночи постоянно они с этими тетрадочками туда пошла записала туда пошла записала там с что-то сожрала записала в аптеке таблеточку надо разрешение спросить надо написать чтобы этой таблеточки не оказалось там какой-нибудь мочегонки или что-то быть чего-то прочего мы дико отстали но при этом мы тупо как обезьяны продолжаем бубнить о том что у нас допинга нет допинга у нас может и нет но он есть во всем оставшемся мире и мы это совсем скоро узнаем вот сейчас вот закрутят гайки тупо наши чиновники запретят и все и мы будем задницы потому что все остальные на курсе просто они ушли вперед китай ушел вообще куда-то за горизонт уже давно и сейчас следующая олимпиада будет и мы посмотрим чем все закончится вы обратите внимание на вот эти всевозможные ток-шоу я так умиляет когда они там рассказывают мельдоний вот это вот наверное а зачем а ему подсунули сидят идиоты которые или ничего не понимают или врут вот вот это какое-то всеобщее я не знаю мне даже в истории вот я даже привести чего-то не могу из истории когда себя люди так вели когда абсолютно все врали все врут стир анаболических стероидов нету как же их нет если каждый спортсмен знает что он живет каждый профессиональный спортсмен знает но никогда никто ничего не говорит ну хотя бы бывшие говорили ну в чем вам терять то елки-палки ну хотя бы тренера которых выгнали там говорили правду их просто не пускают там такой фильтр стоит их не пускает вы видели вот эти ток-шоу которые постоянно обсуждают вы хоть раз в жизни слышали чтобы кто-нибудь вышел из сказал правду ну хоть один бы сказал да ребята да ну все курсят но елки-палки ну просто это не принято говорить но нет таких людей я за столько лет ни разве ни одного не за может пересадили муж их отстреливают я не знаю муж я один такой идиот который об этом говорит слух что что все курсят ну реально но это же невозможно ну вот это невозможно люди же живут они же не в вакууме даже если они на сборах они же приезжают все равно но я вот общаюсь я смотрю там такой дикий страх у людей дикий страх они уже не то что боятся об этом говорить сами спортсмены они уже думать боятся об этом и реально ведь борются реально взялись прям реально при недавнем неделю назад пришли два спрашивали у них на лбу здесь написано что это менты что из госнарк контроля пришли спрашивают для всех я говорю не торгую я для себя я покупаю в интернете никто не торгует здесь в этом зале и постоянно кто-то приходит и постоянно вы спрашивают и постоянно какие-то паузы а где можно взять а где можно купить суки идите боритесь с реальными преступлениями почему наркоманов этих распространителей наркотиков никто не ловит я недавно кто-то мне рассказал из ребят говорит с таксиста с таксистами поговорили они знают все они всегда знают когда наркоман приходит ночью вот работают ночные таксисты в ночные смены они рассказывают что говорит вот ночью садится человек и говорит так едем туда и если он заказывает если он говорит едем туда потом обратно и это уже сто процентов человек едет на закладку говорит там с двух до четырех допустим там утра все поголовно они выходят по городу вот эти зомби выходят и едут забирать эти закладки они ищут эти за причем там опытные таксисты говорят если я приезжаю если он не находит закладку я сразу прошу его оплатить эту поездку потому что они сразу нервничают они сразу агрессивными становятся они могут не заплатить вообще надо за обратную дорогу и все такое прочее все знают об этом где вы когда-нибудь по центральному каналу кроме того что ловят спортсменов слышали чтобы ловили этих наркоманов где кого их ловят тысячи тысячи они ходят по городу бродят вон выйдите в этих особенно в моногородах кто с ними борется никто с ними не борется почему об не орут с этих с экрана почему со спортсменами этими долбанами борется больше не с кем вот ну еще пару слов в тему олимпиады я уже там выставил для обсуждения у себя на страничках значит 169 у нас спортсменов поехала 140 автомобилей с олимпийскими символиками уже заказано это вот для этих павликов мороза как морозовых которые приедут сюда они приедут как я вам тогда уже говорил их же сука еще будут как героя встречать они там поехали предали нашу родину без флага без родины отказались от от своей страны а теперь они приедут им бмв-хи будут дарить и мне вот что интересно ну они же как бы объявляют что призерам должны дарить а призеров там пока 12 человек может еще там две-три медали какие-нибудь там они получат и и чё а остальные то кому эти машины это кому где будут кто их будет пилить мне просто интересно ну и все просто так вот поспредничать все а